Доброго здоровья всем! Сегодня почистил я после отопительного сезона котел, весь нагар сажа Убрал как бы из котла. За сезон, пока я отсутствовал полгода, тут никто ничего не чистил. Просто выгребали золу и все. Я что еще хочу? Оппеллетные опять горелки. Вот достали, достал я корзинку последнюю, которую устанавливали. Все уже. Вот эта полка нижняя, она в негодность пришла. То есть на сезон теперь уже надо вот таких две корзинки покупать. То есть дополнительно 4000 к пилетам. Вот это на всякий случай. Видите, даже вторая уже не выдерживает. Конечно, это все можно выпилить, там что-то сделать, поделать. Это я не спорю, что я и сделаю. Но металл вот этот, который сейчас делают, вот это я заказывал, он ни в какое сравнение не идет с тем металлом, который когда я покупал саму горелку пилетную. То есть одной корзинки мне в прошлый раз хватило на полтора сезона. Ну я только полку тоже делал и все менял. А этот вообще что-то не знаю. Ну короче не нравится. Может быть и металл такой, я говорю, стал не очень. Вот эти полки новые. Причем я уже показывал, что самодельная своя полочка, у меня сейчас там завалена, короче. Она дольше терпит намного, чем вот эти вот сейчас, которые продают. Ну то есть в прошлый год я покупал. Сейчас хочу, ну как бы сейчас лето, да? Начало, так сказать, июня. Сегодня 12-е. А погоды-то нет, когда вы летние. Все холодина, дожди идут. Сейчас хочу попробовать просто вставить вот эту вот среднюю корзинку и посмотреть, вот пилеты 6 миллиметров, будет ли тут они так же застревать. И это как бы образуется тут, ну пепел как бы налипать. Вот это все хозяйство. И посмотрим, как оно будет работать. Хочу попробовать. Лена у меня хоть говорит, не надо, там тепло дома. Так-то влажно, вот это все такое. Тут вот прохладно. Вообще я вон дверь открыл, чтобы хотя бы немножко как бы с улицы сравнять температуру в помещении. Вот. Еще что тут у меня вышло из строя, тогда забыл сказать, как бы, вот это вот, вот этот шибер, который чуть-чуть опускается, да? Здесь такие колесики, ну они тоже подтерлись, стерлись, короче, и вышли из строя, как бы. То есть уже нельзя вот так просто оставить, ну как бы, затянул шибер туда и оставить просто. Я туда как бы вставляю вот в эти отверстия, эти маленькие саморезики как бы, ну и все. И тогда он не проваливается, то бывает это раз упадет туда. Ну, я до конца ее буду использовать, то есть пока она совсем у меня не развалится. Так-то нравится она, все, все нравится как бы. Вроде как бы все топится, все греется. Вот такие вот моменты, что вообще плохо выдерживают вот эти корзинки. А, не знаю. Но это все равно для меня вот лучше, чем дрова использовать, удобнее. И по цене тоже самое практически, как бы. Может дровами даже дороже выйдет, скорее всего, чем билетами этими. Дров нет у меня бесплатных, как бы. Да и говорю, за котлом следить никто не будет. Вот. Система автоматическая какой-то для долгого горения. Но тут все разобрано, тут нету ничего ко мне. Вот. Вот сейчас лампочку засунул в горелку. Сейчас хочу вам показать выработку вот эту под корзинкой, под полкой самой, короче. Как оно выгорело или, ну всяко не прогнулось как бы. А скорее всего, ну как бы тоже, коррозия там туда-сюда, все это. Вот. Увидите. Миллиметра три. То есть, не знаю, насколько тут ее еще хватит, этой горелки. Вот эта, ну там шишка такая, скоксовалась, короче. И у меня вот эти вот края надо все чистить, как бы. Это тоже, кокс, короче. Сейчас это все почищу, вставлю туда корзиночку. И посмотрим. Это, скорее всего, прогнулось как бы. Ну сколько-то выработалось, конечно. А то получается на толщину самой вот этой, самого металла. Оно бы тут дыра была бы. Ну это, получается, да, прогнулось просто так. Ну сколько-то я, наверное, и от коррозии съела ее. Сейчас убрал с краев. Ржавеет, короче. Ну то есть, от огня это все, конечно. Скорее всего, от влажного воздуха, который поступает туда. Все это там взаимодействует. И получается, что нержавейка сгорает. То есть, она ржавеет, получается. Окисляется и в негодность приходит. Вот. Вот, а то, что прохладно у нас. Вон я в куртке как бы тут. В футболке, в куртке хожу как бы. Вот, решетка тут еще как бы не целая. То есть, по горелке, а наполовину. Вот, стоит тут. Ну что-то мне сдается, что она тоже не будет тут у меня работать. Почему-то. Не знаю. Сейчас бункер поставлю. Ну вот, рожок. Еще пробка, короче, не до конца. Вот эта вот влажная в трубе прогрелась, короче, труба. Ну, хорошо, что я еще сделал там как бы чистку и вот через нее как бы разжигаю газету там внутри трубы уже. И сейчас придется опять разжечь все это в трубе газетку. Нет, ну, хотя, конечно, оно... О, пошло-пошло. Опять притихло. Разгорится сейчас. Пять килограмм где-то со жгута. Надымил тут, надымил котел мне. Сейчас. Прогреется. Ого. Базальтового волокна закрываю. Ого, все пошло. Ну и, короче, не буду ничего тут шурудить и пять килограмм прогорит и посмотрю, что за состояние будет. Ну, что-то еле-еле, короче. Прошло где-то полтора часа. Ну, она как бы... Ну, типа ша этот... Еле так. Не сильно горит так. Потихонечку все горит, горит, горит. Вроде бы не забивается. Вот. Температура-то, конечно, в котле... Три-четыре градуса где-то. Вот. Выше тоже не поднимается. Ну, это, можно сказать, летом, да? А зимой не знаю. Ну, я думаю, что я... Ну, так, для поддержания, может быть, как бы... Не знаю, как бы... Просто, если никто не живет, что ли, вот... Если бы никто не жил, как бы я... Закинул бы и пошел бы, да? Как говорится... Пусть он вот клеит тут, как бы... Расход маленький, как бы... Ну, вот где-то по краям было это пять... Вряд ли половину, как бы, еще не сгорело. Ну, зимой еще посмотрим потом. Один раз сделаю, как бы... Если у меня... Ну, как бы, натоплю сначала в квартире, чтобы было тоже градусов 20. Так там, но если разогревать, как бы, в мороз пришел, как бы, разогревать оно не пойдет, конечно. Когда это там... Через сколько оно там разогреет. А так, как бы, сначала одной, потом достал бы. Просто вставил эту, то есть... И посмотреть, будет оно поддерживать, как бы, температуру в доме. Там... В районе там 20... Двух там градусов. То можно ее оставлять, а... А так лучше буду по старинке, как бы... Как раньше... Использовать самую большую горелку. Вот. Многие говорят, там... Ну, как бы, поставь там вентилятор, там туда-сюда, все это на трубу. Я, как бы, показываю, что... Ну, как бы... Не для того, как бы ее, типа, там, как-то усовершенствовать или что-то. А просто, будет ли она... Ну, вообще, имеет ли она... Право, так сказать... Работать... Вот так вот, как она есть. Без всяких, там, дополнительных примочек. Ну, за исключением, может быть, дефлектор. Вот еще она изготовит. Все никак не соберусь его. На трубу и все. Ну, мне кажется, что она... Как бы, ей можно пользоваться. Я говорю, третий сезон я пользуюсь, как бы. Вот. И такую тему я не изучал, что, как бы, автоматически, вот эти вот билетные горелки, да, есть там. Со шнеками, со всем там. Как они... То есть... Расходники у них тоже есть какие-то или нету. Ну, вот эти всякие, там, корзинки. Все это, как... Конечно, это я не знаю, как бы. Просто, если вот так вот из года в год покупать, каждый раз еще четыре тысячи, четыре тысячи, как бы. Все равно будет набегать, как бы. Вот эти вот расходные материалы покупать. Не знаю. Ну, там, наверное, тоже есть какие-то расходные материалы, типа вот этого же. Мне кажется. Вот. Если она факельная тоже. Вот это вот не знаю точно. Что-то не интересовался даже. Да и мало ведь кто, что рассказывает. Так покажут, горит, горит. Все. Ладно. Пусть сейчас буду. Закрою шибер, не буду больше. Жарко. Ну, дома нормально, тепло. Не сказать, что там, конечно, дома температура поднимается. Нет, так. Сейчас-то, ну, заглушу ее и все. Всего доброго. Все добр Idaho. С apparatу. Прямо же 8. Продолжение следует...